Дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет мы отвечаем на вопрос, как влияют на нас случайные связи. В данном случае подразумеваются случайные блудные связи, когда то с одним, то с другим человек вступает в интимное общение, и ни с кем, так сказать, не навсегда временные связи. И надо сказать, что не только Священное Писание, но и сама жизнь, она отвечает на этот вопрос. Тот, кто то с одним, то с другим, в итоге он ни с кем. Он растрачивает себя на вот эти временные связи и утрачивает способность созидать нормальную семью. И встречаются по жизни очень много таких людей, которые спустя 10-20 лет очень переживают, что они себя когда-то растратили на это. И это подобно тому, знаете, как скотч. Если его приклеил к какому-то предмету и отлепил, потом к другому предмету приклеил, отлепил, к третьему приклеил, отлепил, у него с каждым разом его клейкая способность утрачивается. Вот так и случайные связи, когда то с одним склеился, то с другим склеился. Она теряет прочность, и такой человек уже оказывается по жизни ненадежен и не способен создать крепкую семью, иметь детей, воспитывать их. И проходят года, и ему самому становится настолько вот скверно и жутко от того, что он наделал, что просто это невыносимо, и только через покаяние можно очиститься. А вот если мы вспомним Священное Писание, то мы увидим, что Господь сотворил одного Адама и одну Еву. То есть один только муж и одна жена. А не так, что вот он сотворил бы Адама и 20 разных соблазнительниц, которые вокруг него бегают, или одну Еву, да, и много разных других мужчин. И Божий закон-то, он очевиден, что у каждого из нас, вот мы родились, да, у каждого из нас только один папа и одна мама. Вот так вот установлено Богом, что в зачатии ребенка принимает участие один мужчина и одна женщина, а не 20 с 20. То есть это вот тайна Божьего рождения, чтобы была некая цельность семьи, чтобы никто не отвлекался на постороннее и не утрачивал свою внутреннюю целостность. Человек, который отвлекается на одного, на второго, на третьего, он утрачивает гармонию своей внутренней жизни, цельность утрачивает. А целомудрие — это и есть внутренняя цельность. И Священное Писание говорит о блуде как о величайшей трагедии. Вот сам Спаситель, он говорил, что из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние. И потом он говорит, что все это зло оскверняет человека. То есть это вот такая скверна, которая, как вот гниль, прокрадывается внутрь, и подобному человеку ему от самого себя становится тяжко и тошно. А у апостола Павла мы читаем. «Разве не знаете, что тела ваши — суть члены Христовы? Итак, от нему ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющейся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть? А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте, блуда! «Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценой? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Итак, наши тела принадлежат прежде всего Богу, потому что Господь и сотворил нас с душой и телом. В Церкви Христовой мы крещены своей душой и телом, и мы становимся чадами Христовыми. И по Божьему благословению тела наши должны также принадлежать нашим супругам, потому что двое добудут едины, вплоть едино венчается супружеская пара. А когда человек соединяется с кем-то вне брака, и когда вот такие временные связи, то получается, что он становится то с одной блудницей, единой плотью на время, то потом разрывает все это со следующей, опять разрывает с третьей и так далее. И происходит ломка внутренней жизни. Так что в итоге такой человек, он с огромным трудом может вообще созидать свой жизненный путь и созидать свою личность. Он оскудевает как личности. И по жизни такой человек счастливым не будет. Вот вспоминается одна женщина, которая делилась о себе, вот она вела именно такой вот образ жизни, что то с одним, то с другим. И, соответственно, поскольку не было семьи, а просто случайные связи, то как только произошло у нее зачатие ребенка, она допустила аборт. А аборт ей так сделали, что она потеряла вообще возможность деторождения. И уже потом, когда она встретила вот единственного любимого человека, уже не могла родить от него ребенка, и она с окрушением говорила, что если бы я знала, что вот встречу его, то ради него я бы сохраняла себя в чистоте, соблюдала бы себя вот в этом целомудрие, и тогда бы она и не потеряла возможность рождать детей. Но вот такие оплошности, они повреждают и нашу душу, и наше телесное естество. Поэтому постараемся вот что понять, что у Господа всегда есть о нас какой-то очень чистый, прекрасный план, что всегда нам уготован какой-то нужный и самый лучший для нас спутник жизни, с которым мы можем созидать семью, вместе спасаться и вместе рождать детей, которые тоже будут спасаться. А если мы, увлекшись какими-то вот искушениями временными, растрачиваем себя на случайной связи, то мы отвергаем Божий план и идем по пути уже Божьего противника, то есть дьявола, а дьявол только разрушает. Он никому не дал счастья и под видом временной сласти, наслаждения, лишает человека спасения. Конечно, выбор личный за каждым, каждый волен сам поступать в отношении своего тела, но все-таки стоит прислушаться к Священному Писанию, которое говорит, что тела ваши храмы Духа Святаго. И если жизнь созидается именно как храм, то такая жизнь на самом деле будет куда более счастливой, нежели жизнь, растраченная на случайные связи. Вот дай Господь всем нам мудрости принимать правильные решения на своем жизненном пути. Храни всех, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...